Алроса – алмазный гигант России. В компании ежегодно растёт количество рабочих мест. В этом году устроиться в алмазную компанию могли полторы тысячи соискателей. Не обязательно шахтёров и сортировщиков алмазов. Василий Ермаков в культурно-спортивном комплексе Алроса работает тренером. Раньше жил в Иркутске. Два года назад узнал о вакансии в местном центре занятости. Попал в программу повышения мобильности трудовых кадров. Алроса оплатила специалисту подъёмные и билеты до Мирного, который для Василия теперь стал родным домом. В Иркутске у нас работа более низкооплачиваемая. И руководство меня нашло. Со мной созвонилось по видеосвязи. Мы нашли общий язык, пообщались. И всё, я принял решение переехать в город Мирный. Условия труда тут замечательные. Отпуск большой оплачиваемый. И нормированный рабочий день. И условия труда замечательные. И коллектив хороший. В 2019 году Якутия вошла в перечень регионов, в которых привлечение трудовых ресурсов – приоритет. В 2020-м в рамках республиканской госпрограммы «Содействие занятости населения» заработала под программу повышения мобильности трудовых ресурсов. Она призвана оживить местный рынок труда. Алроса – постоянный участник программы. За 2020 и 2021 годы в Якутию приехал 51 человек. 22 из них привлекла работа в алмазодобывающей компании. Максим Карр – уроженец Краснодарского края. Слышал про Алроса ещё в детстве. Правда, считал, что это сеть санаториев. Недалеко от родного города работала здравница алмазной компании. Карты сошлись, когда Максим поступил на геолога. На сайте вакансий увидел место на Айхальском ГОКе. Спустя две недели парень уже собирал чемоданы на север. Соцпакет стал одной из причин трудоустройства «Валроса». Я сначала даже не верил, что как говорят, так и будет. Тебе обещают, что так и получается. Я до этого никогда с таким не сталкивался, грубо говоря, на предыдущих работах. Честно, ожидал худшего. Как бы, знаете, всегда себе представляю, что шахта – это что-то такое очень страшное. На самом деле оказалось всё намного лучше. Коллектив меня полностью устраивает. Всё отлично. Наставник был такой геолог, очень опытный у нас, Яковлев Николай Петрович. Он здесь проработал, по-моему, около 27 лет. И, собственно, он меня за год всему и научил. По программе повышения мобильности трудовых ресурсов «Валроса» в этом году примет ещё 12 специалистов из разных субъектов России. И, вероятнее всего, алмазная компания продолжит участвовать в программе. Ведь квалифицированные кадры нужны всегда. Анна Винокурова, Александр Ерёмин, Денис Хазов, медиакомпания «Алмазный край».